Всем привет, ребята! С вами Натали и добро пожаловать на мой бьюти-канал! Сегодня у меня начинается пара таких зимних, рождественских, предновогодних видео, в которых я буду показывать, не знаю, варианты подарочков своим родным и близким, либо делать обзоры на рождественские, новогодние коллекции брендов. Я надеюсь, что вы поддержите эту идею, что вам будет интересно. Если это так, то продолжайте смотреть это видео. Ну а пока мы не начали, я приглашаю тебя подписаться на свой инстаграм. Ссылочку на него ты, как всегда, найдешь в описании этого видео. Там я появляюсь гораздо чаще в сториз, в постах, чем на ютубе. Поэтому, если хочешь чаще видеться со мной, так сказать, то обязательно подписывайся. Сегодня у меня на обзоре новогодний просто потрясающий какой-то комплект, подарок от Ифраше. Вот такая елка. Вы только посмотрите на это. Это не адвент-календарь, это просто подарочный набор, который выполнен в виде этой елочки. Но здесь есть окошечки, которые будут у вас открываться, и там вы будете находить подарочки. Я еле-еле сдержалась, чтобы туда не залезть, потому что такая, нет, надо ставить на видео, надо это все сделать на видео. Ну, собственно, я не представляю, что там внутри, ребята. Это елка крупная, вы видите, прямо рядом со мной, она такая, ого-го. Ну что же, ребят, давайте приступим. А приступим мы, наверное, с самых верхних окошечек, вот здесь. Потому что там поместилось, конечно же, меньше всего. Итак, открываем дверцы. Что там может храниться? Давайте я предположу, мне кажется, наверное, какая-нибудь помадка или бальзам для губ. Ну, что-то такое вот маленькое. О-о-о, нет, там достаточно всего, даже в маленьком отсеке. Вот эта дырочка, и в ней лежат подарки. Давайте изучать. Так, по очереди. О-о-о, вот такие тени новогодние, они называются Трио, Black Eyeshadow Трио. Давайте покажу вам поближе. Вот такие тенюшки, очень симпатичное оформление. Я ничего про это вот даже не хочу комментировать, это и так понятно, и видно, насколько это красиво. И это Трио Теней. Вот такие оттенки, такой почти графитовый, серый и светленький для холодного макияжа глаз. Вот так они смотрятся на коже, посмотрите. Серебристый, он именно, кстати, блестящий, и остальные два матовые. Идем дальше. Что у нас в этом маленьком окошечке? Маленьком да удаленьком. Та-дам! Здесь идет тюбик, такой вот маленький. И это жидкий хайлайтер для лица и декольте. 15 мл здесь идет. Вот такой вот прям мусипусечный. Надеюсь, он не желтенький, потому что мне желтый, к сожалению, никак. По-моему, он желтый, пожалуйста. Хотя, ну, такое розовое золото скорее, чем желтый. Вот такой оттенок, ребят, посмотрите. Думаю, что будет классно для смуглых людей, у кого есть загарчик, кто только что приехал там вот с отдыха, да. Но мне, не знаю, мне кажется, мне не пойдет. Идем дальше. Ой, я эту елку еле держу. Засовываю в ручку. Блин, как это интересно, господи, я обожаю подобные вещи. Итак, это у нас идет хайлайтер. И я так понимаю, что, наверное, он в одном цвете. Короче, дуо хайлайтер. Картонная красивая коробочка. Итак, открыла я хайлайтер. Он идет вот такой, смотрите, золотисто-бронзовый. Ну, опять же, как розовое золото, это больше смотрится. Я тоже не знаю, подойдет ли он мне, но, по крайней мере, вот светлая половинка, да, однозначно, им я смогу пользоваться. А вот, который по темне, не знаю. Вот так он выглядит, кстати. Он, по-моему, запеченный, очень красивый. И давайте сводчики. Опа. Да, светлый оттенок мне очень даже нравится. Он мне по душе. Его использовать я смогу. А вот этот рыженький очень маловероятно. Так, идем дальше. Открываем и залезаем. Так, там еще аж два средства. Обалдеть. Вот это окошечко. Вот, я их сразу достала оба. Я-то думала, там, не знаю, одно средство, наверное, лежит или два максимум. Еще одно трио теней. Только в светлой уже упаковочке. О, вот это мне нравится больше. Итак, розово-сливовые оттенки. Сама упаковка белая. На ней словно какие-то такие красные и золотистые снежинки. Смотрите, как переливается надпись. Классно. Вот такие тени. Розово-сливовые. Кстати, что мне нравится в трио этих теней, то, что вот здесь написаны пункты, как и куда наносить какой оттенок. Ну, то есть, это не обязательно как правило, да, но как пример, например. Очень, кстати, удобный вариант для путешествий. Просто супер. Вот так выглядят цвета на коже. Первый, самый светлый. Он немного такой с шиммером. И эти идут не прямо матовые, а какие-то сатиновые, но в них нет блеска. Ну, и последнее, что шло в этом верхнем самом маленьком окошечке, это бальзам для губ. Да, lips and cheeks balm. То есть, можно наносить еще и как румяна на щечки. Вот как смотрится этот бальзамчик, ребят, посмотрите. Такой нежно-розовый. В то же время, немного он в яркость идет и чуть-чуть отдает кораллам. Симпатично, просто нереально. Пахнет он чем-то нежненьким. Такой еле-еле уловимый аромат, то есть, неяркий запах. Сейчас посмотрим. Какой он мягкий! Офигенно мягкий, просто. Ого-го! Да он, оказывается, у нас цвет-то так показывает, не слабо. Его и правда можно использовать как кремовый румяный. Оттенок очень классный для блондинок. Мне вот этот прям радует, мне подойдет. Здорово, здорово. Прям буду сейчас, начну уже пользоваться, ребят. Мне кажется, это прям... Я пророчу, что это средство может стать любимчиком в моей косметичке. Ну а мы переходим к окошечкам, которые у нас в серединке. И начинаем доставать подарочки оттуда. Итак, слушайте. А-а-а! Все поняла, почему здесь один лежит. Угу, потому что у меня вывалилось. Так, ребят, произошла у меня небольшая ошибка, точнее, неполадочка. Потому что сегодня, когда мне принесли эту посылку, несколько средств валялось рядом. Прям действительно валялось. Я еще так удивилась, блин, так упаковали вроде плохо. И фрошей вроде заботятся всегда там о том, чтобы в целости сюда ставилось. Оказывается, это просто вылетело из среднего окошечка. Поэтому сейчас сделаю вид, что я вижу эти продукты первый раз. Погнали дальше. Открываем и достаем, потому что я уже успела разглядеть то, что вывалилось. Итак, здесь тушь. Тушь у нас называется 360, объем, то есть 60 градусов. Вот такая она красненькая. Ой, как она подарочная и красиво выглядит. Я просто не могу. Кстати, я очень люблю туши от Ифраше. У меня уже прям несколько были любимчиков. И здесь вот такая, смотрите, щеточка с ворсинками. Несмотря на то, что я всегда говорю, что я люблю более прорезиненные. Но, повторюсь, у Ифраше правда годные туши. У меня есть одна тушь у них, которую я просто обожаю. Она именно тоже идет с ворсиночками. Она просто супер. Открываем и залезаем. Та-дам! Вот такой квадратик. О, как пахнет! Это бомбочка для ванны, для того, чтобы вы легли, порелаксировали, расслабились. Подумали только о хорошем, а не о всех этих заботах будничных. Вот, она идет в коробочке, естественно, там она запакована уже в слюду. И пахнет она нереально классно. Называется она, кстати, «Снежная сказка». И она идет с ароматом миндаля. Вот, я и думаю, что мне напоминает этот аромат. Миндаль! Причем, знаете, такой сладкий, и как будто немножко есть даже какой-то карамельки. Вот чуть-чуть. Теплый, домашний, прям такой уютный запах. Потрясающе! Буду бомбить свою ванную, наверное, в рождественские деньки, пока отложу в сторонку. Потом полезу в ванную с ней. Далее! Достаем. Так, опять вываливается. Все, я теперь понимаю, почему тут вывалилось у меня. Кусочек мыла. Рождественский. Ой, он тоже пахнет миндалем. Как приятно! Ой, спасибо, так неожиданно и приятно! Красивая такая упаковочка. Я не буду, естественно, распечатывать. Может быть, я маме вообще его отдам и так далее. Потому что у нас мыло сейчас в доме завались. А вот это так выглядит симпатично. Хочется прям кому-нибудь его тоже вот вручить. И чтобы этим ароматом люди наслаждались. Далее здесь есть крем для рук. И он идет тоже с ароматом миндаля. Супер! Снежная сказка. Да, ну, в принципе, вся коллекция, я так понимаю, называется Снежная сказка. Вот такой классный кремик. Буду сейчас пользоваться как раз зимой. Ну и, по-моему, там последнее осталось что-то. А нет, нет, не последнее. Здесь чего-то два. Итак! А, здесь палетка! У меня эмоции такие, потому что я ее уже видела. Но я говорила, да, все, что вывалилось. Я это видела. Палетка здесь, ребята! Это не просто тени. Здесь есть еще хайлайтер и румяна. Вот такие персиковые. Очень-очень красивые. И хайлайтер идет такой, ну, тепленький, конечно, тепленький. И три оттенка теней, очень светлые. Ну, как очень. Вот этот прям такой какой-то ореховый и другие два уже светленькие. Идет зеркальце, это классно. И также идет аппликатор. Но я обычно крашусь своими кисточками. Так, сначала сводчи, хайлайтера и румян. Ну, смотрите, румяна очень приглушенные. Переборщить вы именно, я думаю, не сможете. Такие прям нежные-нежные. И хайлайтер, ну, конечно, с золотинкой. Да, с золотинкой. Увы и ах, мне такие, конечно, не подойдут. Но это не делает как бы его плохим. И давайте протестируем три оттенка теней. Тенюшечки. Вот они какие. Ну, вот это то, что темный, довольно он все равно насыщенный. Мне очень нравится тот, что в серединке. И, конечно, вот этот же мчужный. Так, дальше. Здесь шел бальзам для губ. И как же он пахнет, давайте узнаем. Этот снова миндаль. Ну, такой он прям маленький, красивый. Здесь, по-моему, березки какие-то нарисован. Слушайте, ну, прям как будто привет из России. Хотя косметика-то у нас французская. Бесцветный, просто прозрачный бальзам, чтобы увлажнить губки. Убрать лишнюю сухость. Кстати, я бальзамом пользуюсь не только в течение дня. Я пользуюсь еще и на ночь. Потому что ночью я постоянно губы не облизываю. Я же сплю, лежу. И они намного лучше увлажняются, чем вот днем. Я постоянно днем съедаю с губ помады, блески, бальзамы. Я даже где-то читала статистику, что за всю жизнь женщина сжирает помады. Там чуть ли не к килограмму там близится. И последнее, самое-самое большое окошечко. Ребята, предвкушаю. Погнали. А в окошечке подарочном у нас подарок. А тут у меня маленький новогодний подарочек, который, я думаю, я тоже кому-то, конечно же, отдам. Не буду сейчас его открывать, но только вам скажу, что здесь. Это лимитированная коллекция. Набор называется «Зимний лес с хвойно-цитрусовым ароматом». А у меня тут был только миндаль, я не знаю, теперь отдам ли я кому-то этот комплект. В набор, значит, входит увлажняющий крем для рук, молочко для тела, гель для душа и ванны, бальзам для губ. Вот, четыре средства. Вот такая красивая коробочка. Лезем дальше. Та-дам. Что это у нас? Лимитированная коллекция гель для душа и ванны «Снежная сказка», тоже с ароматом миндаля. Вот такая прям серебристая жидкость. Отлично. Я буду набирать себе ванну с пенкой, буду сидеть и наслаждаться миндалем. Кстати, очень люблю сидеть в ванной с пеночкой. Ага, достаем. Вот такой бутылек. И, кажется, это гель для душа. Да. О, господи, вы только посмотрите, как классно оформлено. Здесь такие елки, нарисованы всякие веточки, нарисованы желуди, листочки. Боже. И все это идет с ароматом, мне кажется, хвойным каким-то. Ну-ка, я сейчас прям понюхаю. Мне вот так интересно. Знаете, такой запах унисекс. Ну, то есть и для девочек, и для мальчиков прям вот классный аромат. Такой терпкий. Но в то же время все-таки неброский. Насколько симпатично все выглядит. О, прям сегодня поставлю его в ванную. Далее. Залезаем. Что это? Это, наверное, свечка. Это же, наверное, свечка. Я очень люблю свечи. Да, это свеча, ребята. Все. Тоже это зимний лес с хвойно-цитрусовым ароматом. Свечка идет в коробочке. Давайте мы ее, конечно же, откроем. Ну, я знаю, как приблизительно выглядят свечи у ифраше, потому что у меня есть их в штуке три точно. О, господи. О, здесь как будто даже немножко есть ванилька. Очень классный. Такой приятный. Как будто жвачкой какой-то пахнет. И одновременно лесом. И дровами. Не знаю, вот какой-то деревенский такой запах, но не навоза деревенский запах. Красивый такой салатовый стаканчик с наклейкой. И сама свечка белая. Лезем дальше. Что там у нас осталось? По-моему, два средства осталось. Да, два, кажется. Та-дам! Ну, судя по всему, это, наверное, мыло для рук. Да, это жидкое мыло для рук. Зимний лес тоже пахнет точно так же, как свечка. У меня как раз кончается сейчас мыльце мое. Поэтому на смену придет вот это рождественское, новогоднее. Прямо, чтобы было настроение. Ну, и последнее, что там лежит. Это, кажется, молочко для тела. Да, это молочко для тела. Сказка снежная. Как мы уже запомнили, с миндалем. Достаточно такой большой объем. Надолго хватит. Мазать ножки, ручки, попку и так далее. Как я обычно говорю, ну, куда без попки, ребята? Вот. Вы только посмотрите, сколько всего было внутри этой елки. А вот и сразу все продукты, которые у нас вошли в набор в елочку. Я их выложила все на стол, чтобы вы посмотрели. Мне кажется, это прям достаточно так продуктов. Очень шикарный подарок. Здесь есть как и декоративная косметика, так и уход. Особенно за кожей зимой. И свечка, и порелаксировать в ванной, посетить бомбочки. В общем, все, что нужно. Так что, ребята, я прям довольна. Обязательно пишите в комментарии, кстати, как вам такой наборчик от Ифраше. Слушайте, ребят, зашла на сайт Ифраше, чтобы сказать вам стоимость такого набора. Но на сайте пока что, видимо, его еще не выложили. Вот. Так что сказать вам не могу стоимость. Извините. Если вам интересно, просто периодически заходите на сайт Ифраше. Я думаю, со дня на день там точно уже это появится. И будет показано, сколько это стоит. Всем спасибо за просмотр. Мне было безумно интересно открывать вот эти окошечки, доставать сюрпризы. Потому что, ну, я люблю такие видео. Да и кто не любит сюрпризы? Все мы их любим. Особенно, когда не знаем, что там. Мы такие, так, так, так. Интересно сразу вот прям туда залезть. И чтобы все тайное стало явным. Все. Я желаю вам хорошего настроения. И увидимся с вами уже в следующих видео. Скоро. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok